Начинаем, начинаем. Никита Медведев, обращаем внимание на это молодого человека, да. Никита сегодня играет под 37-м номером, простите. Тимофей Калачев номер 2, Денис Терентьев номер 5, Федор Кудряшов 30-й номер, Миха Мевля 23-й, Сесар Навас 44-й, Харен Байрамян 19-й, Александр Гацкан 84-й, Кристиан Набо 16-й, Дмитрий Полов 7-й, Александр Бухаров номер 11. В привычном варианте играет 3, можем дальше говорить 3, 5, 2, посмотрим, может быть, и 3, 4, 3, при каком варианте, но самое главное, что 3 игрока в центре оборота. И у Фей совсем недавно, когда Желлиан в обествовании долг, почтил память своих знакомых, товарищей, земляков, шерпкоинз. Да, светлая память. Тем не менее, совсем скоро начнется матч. Да, состав Зенита. Все так же напоминаем вам, что принц Терентьев не для Мерчилуча. Курбану Бердыеву, что зря он его мучил на тренировках, не давал играть. Судья, главный арбитр матча Виталий Мешков, помогают ему Алексей Степидни, Рафаэль Ильясов, резервный судья Сергей Иванов, делегат Александр Сабронов и инспектор, человек, который мы прекрасно помним за его рост, Эдуард Малый. Погнали! В игре подает в словах мяч, я думаю, что будет розыгрыш Жулиана. Высоких хватает сейчас, 11 минут началась. Ну и, естественно, гостепринным твистом встречают этот стандарт болельщики команды хозяев. Макс, подача на дальней штангу, 1-0! Могу бы счет, и я совершенно не понимаю, как в такой ситуации мог бы мог носиться Артем Цюкл. Конечно, кто-то скажет, пойди на место его и попади в ворота, и будет в чем-то прав. Но с комитетовской позиции казалось, что мячу деваться некуда, только в пустые ворота. Однако вы видите, как он покатился по сетке, но с внешней стороны ворота. Все тот же розыгрыш, подача на дальнюю, там Дзюба и там нету скидка! А здесь в дворе ворота находится Бухаров. Он спокойно сбивает мяч. Но то, что Бухаров выше вратаря Ростова, это сразу заметно. И он сейчас работал, собственно, и ростом своих тоже. Работал за себя и за того парня. Смотрим эпизод, повтор. Но нет, мяч в ворота не шел. На эту Дзюба пытались продлить здесь атаку. Но там было тесновато. Там столько мяса. Обратите внимание, Бухаров, наверняка уже, внимание, играет по верховому мячам. На своем ростом был бы странно, все было бы иначе. Юрий Ладыгин вышел за хлебом. И, к счастью, для Дзенита не последовало суббивание. На каждом участке поле. Но не постоянно. Именно поэтому мы уже обращали внимание на подходы Ростова и их забеги в чужой штраф. Ну, а вот как играет Ладыгин на выходе. И вот зачем, спрашиваю. Что мешал ему здесь нету. Позно различить. Да, это игроки Ростова. Нам видно отсюда из комментариев. Они действительно такие люди-пуховички. И на подборе широко размашисто играет Виктор Жулиано. Отправляя мяч на заснеженной тортановой дорожке стадиона Олимп. Ну, вот опять мы видим навес. Навес. И здесь очень внимательно Сазернава сыграет против Полос. Дальше на пол. На пол уже штрафной. Передача Полос. Пауза. Барамяна, Назар, Никашет. И вытаскивает Ладыгин. А пока не закончил штрафного Полос. Удержал этот мяч в поле. И еще возбудил за пол. А подача. Ух. Вот это 50 секунд. В некоторых матчах чемпионата России столько за 19 минут не происходит. Ну, давайте смотреть. Действительно, спасение отличное продемонстрировал Юра. В этом эпизоде Полос, смотри, в стиле Шатова ушел. И Байрамян не в твор. Мы видим на этой повторе бил прыжка Ладыгина. Это не отменяет. Ну, а здесь никто не достал этого тренинского триумбератора. Он поддавил. И нарушение правил. Тут конец. Чистый пол. Быстрые ноги Байрамяна унесли его от Кришета. Кришета сам понимает прекрасно, что он фалил. Нарушение правил. Желтая карточка. Опасный штрафной у ворот Юрия Ладыгина. Доминика Кришета, для которого с финальным списком этой игры начинается отпуск. Он дискомпенсировал на игру в Голландии. В принципе, делал небольшой шаг в сторону приближения отпуска даже до финального списка. Но, действительно, центральный защитник на желтой карточке игрок центра поля. На желтой карточке это все тревожно. Паса, Мевли и Бухарова. Вот она. Двое в стенки. Отдача. Все закончено. Амба. Амба, говорит Виталий Мешков первому тайму. И команды бегут по ПИ. Тимур, подскажи нам вместо кого вышли Азмун и... Кудряшова я видел в заявке, вот в заявочном листе. Кудряшов, по-моему, ушел, насколько я понимаю. Да, так и есть. Ириндев на фланге играет теперь. И вот три центральных защитника. Ну, в более-менее привычном сочетании. Гранат, навык и мебель. Ну, собственно, к составу мы уже перешли. Никита Медведев, у него номер 77. Он вратарь сегодня в Ростове. Под вторым номером играет Тимасий Кулачев. Он справа. Получилось. Тем временем навес. Скидка. Нет, это был удар Александра Кокорина. Поворотом Никиты Медведева. И не попал Александр Кокорин. Возвращаем его угольник. 244,7. Спасибо, мне сколько вы. 7,32, по-моему. 244 высота. Да. Да. Мы не говорили о зубах. А не гол. На нету. А здесь пол. Ох, здорово. Бухаров, пять сюда драм. Бухаров, пауза. О-о-о, Александр. Еще момент. Оба рамян. Бобок, все, Христоф. Ну, что ж такое. Сейчас непонятное внимание. Нету. Желтая карточка за разговоры. А нету, Вицель и Жулиану недовольны тем эпизодом. Не все красная карточка. У нас желтая карточка и красная карточка. Тимур, ты рядом. Пытаюсь понять сейчас, потому что это в одном эпизоде он получил две желтые. Нет, если удаляют Вицеля, то это вторая желтая. Мне казалось, что удаляет, меняет, меняет. Вы знаете, мне кажется, просто он мешком запутался. Но на это не было предупреждения. Там было предупреждение у Кришета. Да, и у Вицеля. И у Вицеля. А здесь желтой карточки не было. Было нарушение, на то и взгляд, у Бухарова? Я думаю, что нет. Я думаю, что вот тот корпус, который судья нам уже показал, он как раз и позволяет такие вещи делать. А за что желтый карточки? А вот за то. Вот он подбежал, мы видим, как на этом. За разговоры, конечно, нельзя вот этот его каприз. Но мы должны сказать телезрителям, что видите, карточка показана красная была холостую. Ее никому в итоге не предъявили. Это все просто. Он перепутал игроков. Слава Богу, что он там разбил. В отличие от английских судей, которые ударили. Я обратил внимание, как Дуарова Жуляна проходит, выходит на ударную зону, ходит направо. Маг удар выше ворота. Подград Снежков. Раскатилась эта оттаска, как пока мы с вами обсуждали все эти судейские перипетии. Просто я обратил внимание, как Лучевску выскочил на поле в этом эпизоде, увидев красную карточку. Продолжение следует...